Приветствую вас, дамы и господа, телезрители моего канала, все те, кто меня смотрит. С вами Николай Партийный, это игра Dark Souls, что в переводе Тёмные Души, с дополнением локации DLC под названием Готовься к Смерти. Продолжаю свое творчество, делаю обучение, как пройти на первом уровне, без прокачки героя, эту суровую и сложную игру. Так как у меня достаточно много опыта и сноровки в этой игре, я грамотно выстраиваю свою стратегию, которая позволяет намного легче и проще пройти эту игру и, естественно, облегчает намного уже самопрохождение. То есть, с помощью моей тактики и стратегии, шансы на то, что вы умрете, намного снижаются и увеличиваются на пополучное прохождение игры. Ну что, загружаем, наверное, мое сохранение данных. Ну вот я нахожусь в склепе великанов. В предыдущем видео я, в принципе, прошел тут, грубо говоря, больше половины этой локации. Показал, да, как добыть секретку, да, точнее один артефакт, это кольцо с серебряным змеем, которое добавляет полученные души, да, если мы убиваем. То есть, дополнительные, как-то можно так выразиться правильно будет. То есть, естественно, показал один из легких способов, как пройти, да, часть локации. То есть, решил, да, в этом видео показать вам, как тут уже можно действительно нафармить, даже, если честно, не имея особо многих, много предметов. То есть, многие там говорили, что чересчур долго, конечно, я фармлю, да, то есть, как-то зарабатываю души, долго прокачиваюсь и так далее. Да, народ, конечно, все это долго и нудно, но эффект, конечно, потом налицо. Все, в принципе, сами видите, что я довольно-таки быстро прохожу. То есть, да, ну, конечно, у меня большой опыт, и это ясно, почему я так быстро прохожу. Но тут обратно же влияет на все это предметы, артефакты и различные приспособления. То есть, ну, и, я думаю, вы уже поняли, да, то есть, это оружие, это какая-то пирамань, это прокачка, и так далее. Значит, ну, естественно, уровень не трогается персонажа. Ну, что, значит, покажу вам один способ, потому что многие говорили, что, мол, якобы, там, долго прокачивать перчатку, там, да, или там, ой, там, магия очень дорогая и так далее. То есть, ну, в основном, для тех, кто сильно ноет, таких, вы знаете, вот, как я, например, смотрел, Буэк Сильвера Уфа, да, который, там, якобы, там, говорил, что все так сложно, на самом деле, просто, сложность в том, что у кого-то не хватает, блядь, прямых рук и мозгов, блин. Так, значит, так, значит, ну, как вы видите, вот, в принципе, я поставил Сребряное Кольцо со Змеем и с помощью Корона Заката, но Корона Заката дает нам, я бы сказал так, большой минус к ХП, да, к здоровью, имеется в виду то, что у нас уменьшается в половину. Это, конечно, большой минус. Но я нашел еще альтернативу для тех, кто не хочет уменьшать здоровье, или, в принципе, этого кольца даже и нет. Ну, предположим, мы уберем, да, значит, так, и поставим, наверное, Кольцо с Темной Луны, добавляет ячейку магии. Всего два кольца имеются в игре, Кольцо Белых Духов и Кольцо Темной Луны, которое добавляет ячейку магии. То есть, грубо говоря, можно этими двумя кольцами добавить две ячейки магии. Но, второе кольцо довольно-таки тяжело достать Белых Духов, что очень проблемно, короче. И не сразу, да, по игре. То есть, если мы, грубо говоря, можем Кольцо Белых Духов чуть ли не с начала игры, там, да, пойти в локации в катакомбе и добыть, там, не имея даже никакого оружия, то Кольцо Белых Духов нужно пройти достаточно многое в игре, да, как вам объяснить. Ну, проходить долго и грубо, короче. Это же нужно дойти до, убить, там, боссов Вана Лонда, потом уже открыть архивы Герца и только там его можно уже добыть. Значит, покажу вам одну из фишек, значит. Предположим, даже имея начальную магию, да, пиромантию, предположим, изменяем заклинание. Значит, тут у меня есть внутренняя сила, то есть, но, смотрите, предположим, эффект, да, я могу его, предположим, да, вот, использовать, вот, сесть и изменить заклинание, то есть, грубо говоря, поменять его. И оно у меня восполнится, естественно. Но действие заклинания еще некоторое время может быть длиться, то есть, я могу за это время тут еще наставить все пиромантию, да, то есть, вот. Естественно, будет работать, то есть, никуда от этого не деться, даже если мы сядем в костер, эффекта не избежать, то есть, конечно, мы можем там подхилиться, но все равно у нас будет потихоньку отниматься от жизни и эффект будет работать, то есть, до тех пор, пока, грубо говоря, ну, мы не умрем, то есть, как-то так. То есть, все, эффекта, как бы, уже и нету. Ну, в принципе, все, я восстанавливаю все души, ну, сами видите, да, то есть, предположим, я показал, да, то есть, он работает. На деле, да, не так просто, там, болтаю, там, какую-то осенею несу, как некие, некие, якобы, там, топовые спорчики, там, блядь, якобы, какие-то гайдеры, хотя, блядь, гайдов сами током-то и делать не умеют, блядь, жабарит, сука. Ладно, извиняюсь за выражение, ну, просто злость накатывает, как-то, как волна, знаете, блядь, девятая волна, значит. Вот у нас три магии, короче, да, значит, мы устанавливаем какую-нибудь, там, ну, внутреннюю силу, да, так, внутреннюю силу, применяем ее и потом уже бегим. То есть, этой шкалы жизни хватит мне, чтобы я не умру просто, то есть, 10 единиц здоровья хватит, там, и останется где-то еще 2-3 единицы здоровья, ну, грубо говоря. Одна четвертая где-то останется в моей жизни, ну, вот, видите, отделение можно посчитать, я думаю, даже школьник это может сделать. Значит, убираем вот эту личинку света, значит, да, поставим на голову. Сейчас все, в принципе, подробно я расскажу, чтобы не было вот этих вот всяких там, как вам объяснить недоразумений, да, то есть, так, стопэ. Так, значит, ну вот, да. Вот у нас башка, да, то есть, мы, в принципе, можем светить. Нам, в принципе, не нужно доходить до врагов и мы можем атаковать на расстоянии за счет нашей пирамантии. То есть, вот это вот коронный закат и внутренняя сила, магия, естественно, увеличится на большой урон, да, увеличится. То есть, тут никто в нас, в принципе, стрелять не может на расстоянии. То есть, ну, естественно, имеется в виду на данной территории, в которой я нахожусь. Дальше, конечно, там имеются пенвилы там, какие-то там лучники, но они особо нас могут не зацепить, если мы грамотно будем уворачиваться или там ставить блок, то есть, щит. Значит, хаваем, в принципе, внутреннюю силу. Значит, так. Садимся у костра, быстренько изменяем заклинание на то, которое нам нужно. В принципе, да, это очень быстро длится, то есть, так. То есть, даже самая проста. И мы бегим, в принципе, не стоим, а бегим просто. То есть, 24, да, сами видите. Вот первая жертва, самая начальная пирамантия, огненный шар, 540. Скелетон. Всё, побежали дальше. То есть, мы, в принципе, можем бежать и этого времени, если грамотно всё рассчитать, хватает вполне. То есть, вполне хватает 500, видите, да? То есть, ещё даже останется там довольно-таки немало, я скажу. Ну, видите, таргер, да, подсирает. То есть, я хочу на одну цель нацелиться, а меня кидает на вторую. То есть, в принципе, видите, да? Вот, осталось немного, да, грубо говоря, у нас. ХП. То есть, ну, я не умираю, то есть, я не умираю, то есть, да, получаю уже 300 душ, больше, чем обычно, то есть. Вот. То есть, вот таким образом мы можем, то есть, ещё там, у нас ещё осталось, а так вам объяснить, ну, немного жизни. То есть, мы что делаем? Мы убираем, в принципе, вот эти вот кольцо, да, то есть, одно удалится, но у нас ещё 6 штук, как бы, да, есть. И даже этого, как бы, хватит. То есть, устанавливаем после чего, значит, кольцо с красным камнем. Так, тут. Ну, по стандарту оставим тут меточку такую. Откуда, как бы, я буду прыгать? Ну, в принципе, я уже знаю, что, куда. То есть, видите, ну, я не умру просто, даже с этими хилками здесь. Теперь можно уже спокойно, тут грамотно, да, идти и что-то делать. Так, значит, да, то есть, видите, 600, да, видите, урона даже из обычной пиромантики, да, то есть, абсолютно тут не важно, какой-то большой уровень, там, супер, какая-то, прокачка, имеется в виду только основных предметов. То есть, и сами видите, с этого уровня, то есть, с этого начала я могу, грубо говоря, ну, довольно-таки дольше ходить там и убить абсолютно всех. То есть, да, ну, кто тут находится. Конечно, не на все имеется в виду локацию, но она довольно-таки большая, и тем самым вы будете быстро фармиться. Таким способом. То есть, все довольно-таки легко, да, как вы видите. Сели, да, прокачались, и тем самым вы получаете довольно-таки неплохой фарм. То есть, с помощью предметов. Как я смотрел многие видео, некоторые утверждают, что самый лучший фарм, это сад темных корней, да, вот этих на МПС-мобах, за которых там дают 2000, там, грубо говоря, душ, там, ну, с одного по вторых, грубо говоря, там, получаете 6-7 с половиной. Тут, тут, в принципе, намного безопаснее даже вот с этим способом. Не вижу никакой опасности, если, конечно, руки оттуда, откуда надо, выросли. Тут все грамотно. Мне нужно какого-то суперопыта, там, супер, какого-то мастерства. Единственное, что тактику, вот видите, я показываю вам свою тактику, стратегии, да, которые действительно работают. То есть, вот у меня ХП тут, ну, вообще, тут очень мало, но врагов уже нет, потому что я их убил всех. То есть, еще 3 огненных шара осталось. То есть, самая дешевая пиромантия просто. Это, это, этот способ работать даже, ты знаю, даже возьмете там воина, поставите там это кольцо, да, на добавление ничейку магии. То есть, примените пиромантию, да, то есть, там, закидайте вот тут несколько в радиусе, да, предположим, даже не всех, как я убил, а часть там. И, естественно, уже нафармите. Как-то так, значит. Ну, в принципе, на этом, как бы, и все. Садимся у костра тут. Теперь уже, я думаю, изменить заклинание. То есть, да, кольца и пойти уже в сторону босса. То есть, буду в ту сторону продвигаться. В принципе, в этом видео я не особо собираюсь там что-то показывать там такого, ну, битву с боссом просто затянется надолго. То есть, предыдущее видео достаточно долго было им. То есть, это, конечно, большой был минус своего рода. Так, ставим сюда обратно нашу личинку света. Просто я показываю вам теорию, то, что знаю. То есть, я мог бы это не показывать, да, там, сами кто-то мог бы догадаться, может кто-то не догадается. Да, имеется в виду так. Ну, все-таки, значит, мое дело просто показать, что я, как бы, я знаю это. А не так, что, о, да ты знаешь, там, там, колек, там, вот, кто-то там еще лучше тебя. Это я знал. Ну, а, то есть, а доказательства, то есть, мой адрес вообще никаких. Ну, вот я могу, в принципе, догадать то, что я больше знаю, чем другие. Непосредственно. Так. Значит, что мне нужно? Так, для начала. Для начала я поставлю корону заката и... Значит. Кольцо на добавление ячейку магии, значит. Значит, так. Ну, вот эта башка нам не понадобится. Значит, что нам нужно еще? В принципе. Нам надо, чтобы мы были быстрее на перекаты, да, как можно быстрее. И, естественно, там уже пинвилы дальше будут. Тут опинвилы достаточно, я бы сказал, так, грозные противники. Они стреляются. И нам нужно... Тут дубин, конечно, не фонтан. Лучше поставить там топорик, там. Либо зачаровать еще огнем какое-нибудь оружие, если нету. Инчарда, да, на огонь, то зачаровать там. Значит. Так, что тут еще? Ну, Эксуса 20, да, главное, чтобы... И магию изменить. Ну, что... Она наносит, конечно, но наносит мало, дорогие мои друзья. Вот, значит, вот так вот. То есть этого достаточно, я думаю, хватит. Даже там сражаться, да, то есть... Будет неплохо с ними. То есть даже, предположим, с боссом. Боссом тоже довольно-таки будет там проблема, но... Если останется сферы, то они пойдут в ход неплохо даже. То есть... Ну, я, грубо говоря, потрачу, наверное, больше половины магии. Но если останется там штук 5-6, то это уже будет неплохо. То есть бонус к урону всегда будет неплохо. Потому что чем дольше мы живем, тем больше мы должны по времени защищаться и атаковать. То есть... То есть подходить ближе, да, там, как-то отступать и так далее. А если мы быстро расправимся с помощью мощной пиромантии, там, или наносим достаточно много урона, то время, шанс, то, что нас убьют, сокращается. Имеется в виду так. Это кратко, чтобы вы поняли. Так, надеюсь, на этом пока что все. Так, ну, в принципе, немного тут поразмыслив, да, ну... Свез со своими сведениями, блин. Значит, я всегда стараюсь как-то все продумать, да, не бегу, сломяй голову куда-то, не геройствую. То есть это... Этот героизм, самый первый фактор, что вы сдохнете, да. То есть по своей же неосторожности и непродуманности. То есть вот почему я такой грамотно, да, тут все прохожу. В принципе, дальше идти, да, когда мы будем... На нас может напасть клирик, да, то есть этот паладин, который якобы по истории Дарк Соуса охраняет самого Нита. Ну, там вообще такая фишка, то, что якобы рассказывается о том, что все клирики, да, грубо говоря, кто стал нежитью, их как бы сгоняют сюда, и тут же они охраняют Нита. Почему и сама вот эта вот хранительница оказалась как бы здесь со своими товарищами? Грубо говоря, зачем они тут, что-нибудь тут забыли, да, можно так сказать. То есть они как бы сами по себе тоже тут должны поддерживать как бы огонь и чуть ли не восхвалять этого Нита. То есть, а тем самым все вот эти вот умершие, полые, да, либо отправлялись в лечебницу, закрывались, и после чего их уже, наверное, отправляли вот сюда, к Нита. То есть Нита из них делал, грубо говоря, свой брат, там, бессмертную армию скелетов. То есть, как-то так. И, естественно, для Гвейна это было все выгодно, и он, естественно, охранял этого. Но чтобы на нас напал, нужно этот красный фантом, да, паладин, клирик, точнее, грубо говоря, так, нужно, чтобы мы были в человеческой форме. Ну, сядем у костра тут, значит, обратить опустошение, да, встанем человеком. То есть, вот как-то так, значит. Так, ну, уберем, наверное, уставим усиленную дубину. Вот, значит, ну и все, вперед, значит, можно уже дальше бежать. В принципе, да, тут, даже если за нами последует, ничего страшного. То есть, я не вижу. То есть, можно еще чуть ли не согревать их там всех и спокойно убежать от них. То есть, вот, видите, да, умер, короче. Они за нами, как бы, бегут и умирают еще. Ну, далеко они за нами не последуют. Ну, тут, короче, мы уже приближаемся, значит. Чем еще опасен этот паладин, клирик? У него, короче, гнев богов есть, вот этот булава. Очень сильно магия, да, короче, накручена. Вон, белый, блядь. Вот, значит, и с ним довольно-таки опасен. То есть, нужно... Вот. Видите, да, он именно к проходу, то есть... То есть... Ну, парировать его очень легко. Сейчас попробуем спарировать, так. Вот паду, видите, он еще и хилится. Я, блядь... Ты че, вообще офигел, а? Вот паду еще и хилится. Не по чесноку, это ж не в ПВП, кто так делает-то, а? Так, вот, Темная Душа, Паладина. Лерой побежден, значит, Лерой, да? То есть... Две человечности, вот, Грант, Санктус, ну, вот этот щит. А, значит, очень офигенный вот этот сет, да? В конце концов, мы найдем, ааа... Кстати, егошний билд, да? Вот этот мы получаем, когда убиваем его. А в конце, егошний сет, мы получим, когда убьем босса. То есть, да, там именно будет находиться в той локации, где находится сам босс Нита. То есть, если мы убьем Нита, ну, не в человеческой форме, да, предположим, мы пошли сюда, да, и мы полые. То есть, да, и убили Нита, то в конце концов, он тут уже не появится. Даже если мы будем тут проходить заново. Это, короче, вот, единственное, что вы должны знать. Видите, как бы, этот лес, ааа... И... В заставке, да, трейлер, короче, да, когда показывали... Ааа... Дарк Соус, там именно драконы, обитали вот в этом месте, как бы, по истории. То есть, они, вообще, очень близко находились здесь, к этому месту. То есть, и... Как бы, соседи были вот этого Нита. Значит, ну, как-то так. Ааа... Дальше тут тоже, как бы, я бы не сказал, что тут очень легко. Ааа... Да, тут засада такая западня. И нужно тоже придерживаться определенных правил. Чтобы ее пройти. Даже для меня, это, вот, самая сложная территория считается. Вот этот промежуток. Но я покажу вам, как, ааа... Постараться выжить в нем. Естественно. Знаете, тут, я называю, тут... Своего рода... Ущелье, да... Смерти. Потому что тут, своего рода, такая засада. Я, в принципе, покажу, как ее избежать, да. В основном, тут многие умирают. Вот именно, вот, на этой, вот... Ааа... На этом месте, на этом участке, локация. То есть... Вон, влазит тварь. То есть, естественно, я ее убиваю. То есть, с дубины. То есть... И тут пробегаем дальше. До поворота. И становимся к стене. Вот так вот, лицом. Зачем мы это делаем? То есть, вот там он учник дальше. И он стреляет. Но... Мы не можем отступить, потому что, видите, вот тварь вот эта вот. И разворачиваемся назад. Видите, да? То есть, летит стрела. То есть, конечно, лучше к стенке, да, достать. Но... То есть... Так вот. И, видите, стрелы не попадут в нас. Значит... Рано или поздно тварь перестанет стрелять. И нужно пробежаться быстрее и убить. Значит... Вот этого скелетного червя. То есть, все, видите, да? Бегим. Значит, в чем заключается дальше фишка, да? То есть, тут засада. Видите, этот скелет. Если мы захочем убить эту вот вафлю, да? Вот этого вот ученика с самого. Естественно, он нас атаковать будет. И мы во время атаки ничего не можем поставить. Никакой блок, там, да? Либо что-то в этом духе. То есть, ждем, пока эта, сука, стреляет. Это последнее, что он сделает. На скелеты я магию не буду тратить, да? Ну, тупая, да? Тупая. Вафли недоделаны обе, блядь. Значит, ну вот видите, да? Вот так вот и расправиться, значит, с ними можно. То есть... Все довольно-таки нетрудно. Вот тут, в принципе, уже мы дошли до нашего места. То есть, которое нам как бы нужно. А тут самое сложное в том, что тут дохрена пенвилов и различных мелких скелетонов, которые у нас, естественно, могут и убить. В принципе. Значит, ну что касается пенвилов. Пенвилов достаточно тоже опасен, то есть, их тут много. Вот. Но самое сложное в том, что если мы спустимся вниз к воде, начнут возрождаться такие мелкие скелетончики. У них хп достаточно немного, но они в течение секунды там могут возродиться там от пяти и более, да, этих скелетончиков. И долбой, они вас просто на куски разорут, как муравьи, знаете, саранчу жрут, там, вот, или других жуков. Вот то же самое и вас. Просто обладают, как пираньи, блядкуются. Вот, значит. Но их неплохо, короче, убивать с помощью бомбочек. То есть, да, у них хп там порядком 60-50 немного, да. То есть, их можно убить. То есть, бомбочками. Но сложность в том, что если мы спустимся вниз, там еще и пинвиллы за нами будут сверху стрелять. Это главная сложность. Для меня тут самая большая сложность, это таргер, короче. Потому что, когда я тут проходил еще давно, то есть, меня постоянно этот таргер убивал. То есть, я хочу пинвилла ударить, а меня кидает на этих скелетончиков постоянно. И когда их много, там вообще таргер как бешеный прыгает. И, естественно, из-за этого пинвилла убивали, либо скелетоны. То есть, ну, что хочешь ударить скелетона или пинвилла, там, тебя кидает таргер в другую сторону. И ты, как бы, грубо говоря, меняешь цели и меня убивали. То есть, эти вот косорылые, косорылые рукеры, да, блять, дрочеры, которые портировали, блять. Не могли нормальные разработчики ни патча, ничего и влепить, там, то есть, блять, беспредел чистой воды, короче. Спускаемся туда чуть пониже, да, и берем душа героя. То есть, мы можем закончить, в принципе, так же, как и он. То есть, да, совершенно спокойно. Вот он, такой мелкий скелетончик. Естественно, я выношу. Значит... И тут стоим, вот, прячемся от этих. То есть, рано или поздно эти перестанут кастовать. И тут же наш момент, да, будет. То есть, можем пытаться их убить. Вот этих вот пинвилла. То есть, увернуться от них, от ихних атак довольно-таки легко. Кастуют они порядком, где-то, 4-5 секунд, да, ихний вот этот каст. Из-за этого времени можно им сбить, как и, в принципе, любую атаку. То есть, ихнюю. Как-то так. Также здесь вариант просто пробежать до босса и свалить. Но постараюсь их убить, народ. Ну, вот видите, да, вот таргет мне кидает, падла. То есть... Я хочу его бы ударил давно, но вот из этих вот... ОООшек, да, вот этих вот, блядь. Чем-то напоминают мне фанатов боя, как Сильвера, блядь. Тоже такие вот наивные и тупые, сука, блядь. Бегут с вами о голову куда-то. То есть, конечно, я советую вам непосредственно пойти, а... Как я вам объясню, сразу до босса, не сражаясь с пинвилами. Но постараюсь их убить, так. Раз, два, три. Ну, сами видите, да? Как меня таргет, сука, кидает. Сука, все за убогих этих корявых рукобудеров, блядь. Они только дрочить, сука, умеют, небось. Создали, да, там, на... Консольку на какую-то там. Так. Так, вот. Что-то и медленный народ, да? То есть, надо щит другой поставить. То есть, лучше поставить щит с эмблемой, или... Не знаю, какой-нибудь с эмблемой дракона, чтобы защищаться. То есть, вот обратно-то, о, ушка тупая, бейт. Ну, давай, 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 бей, бей. Ну, ну, по башке тебе, падла. Замочу, блин. Так. Значит, остался там еще, по-моему, пинвила два или три. Ну, много, короче. Не один он там. То есть... Если, конечно, таргет, блин, я сейчас, сука, не кидал так сильно, был получше. То есть, полегче намного. То есть, ну, сами видите, да, я сбиваю ихнюю атаку, то есть... И тем самым их убиваю. Тысячу дают. С них можно что-нибудь выбить. Воу-воу, видите, да, про что я говорю, вот эти вот... Шайка вот этих вот. Ну, бездонных тварей, блин. То есть, видите, их много возрождается. Если они начнут, там, атаковать, там, даже если каждый, там, по 50 хп будет наносить, да они меня завалят за секунду просто. Но с них выпадает человечность еще, по-моему, блин. Так. Так, где-то там... Маска с пинвила, да, вот выпала. Вот, то есть, видите, постоянно, грубо говоря, выпрыгивают твари. Так, там, душоночку возьмем. Болонг белого титонита. То есть, вообще, на месте не стоять нельзя. Ну, а также, видите, вон, смотрите, сколько их прям. Лошек этих, блин. Вот почему я называю фанатами блэка. Их много тоже так. И все, сука, такие жопошники. Прыгают через себя, хочет меня ударить. Наивные, сука. То есть, ну, на них даже можно нафармить, не было ходить. А, видите, да, вот, блядь. Не дали пробежаться, суки. Куда, куда-то побежали, подвые твари, а? Ну, суча-то мелкие, блядь. Надо еще... Смотреть, вот тут сзади нападут еще. Подвые твари. Бегаем, бегаем, бегаем отсюда, к черту. Где, 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 где? Где выход, блин, епсельма, епсельма, епсельма. Кажется, что их легко убить, но на самом деле, ничего подобного, дорогие мои телезрители, блядь. То есть, твари очень опасные. Хотя, вроде бы, убить их достаточно легко. То есть, они как, типа, эти, как фанаты. Вместе мы все, блядь. А вы... Да, но одна бомба все решает, типа, что-то в этом духе. Бегут, бегут, бегут они, блядь. Пусть бегут бомжи неуклюжие по ужинам. Я кидаю в них бомбочку. Хотя бы одну, ну, сука, убью. Так, все, блин, накидали бомбочек. Так, блин. Ага, значит. Но, в принципе, вот и все. Расправились со всеми ОООшками, да. Вот, типа, тут. Проходик у нас такой. И, в принципе, что я думаю. Нужен, значит, топорик нам. Секиро Небес, чтобы можно было убить этих бессмертных скелетов. И после чего мы там уже будем сражаться, как бы вам объяснить. С Нитой. Ну, на этом я закончу. Потому что видео достаточно идет долго. Ну, надеюсь, должны понимать. На этом я закончу. Кому понравилось, палец вверх. Подписываемся на канал. Ждите новых продолжений. Будет много нового и интересного.